МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Болезни грязных рук, энтеровирус угрожает здоровью саровчан. Уникальные экспонаты, выставку Адмирал Ушаков в Кронштадте посетили более 100 тысяч человек. Третье место в номинации «Сольное пение» саровчанка Ольга Шема успешно выступила на фестивале «Арзамасские купола». Далее расскажем обо всем подробно. Болезни грязных рук – так называют заболевания, вызванные энтеровирусами. Повышенная температура, слабость, недомогание – лишь часть их симптомов. Если вовремя не распознать и не лечить энтеровирусную инфекцию, она может поразить центральную нервную систему. Как защититься от болезней и как их лечить, расскажем далее. У 15 видов энтеровирусов есть свой сиротип. В зависимости от того, какой возбудитель попадает внутрь организма, развивается соответствующая клиническая форма. Энтеровирусная инфекция передается от человека к человеку. Заразиться можно и относительно заболевания, у которого нет явных симптомов. Энтеровирусы очень живучи. Они могут оседать на поверхностях одежды, предметов, продуктов и жить до нескольких дней даже при низких температурах. Инфекция передается через дыхательные пути и рот. Наиболее активная интеровирусная инфекция распространяется в летний осенний сезон. Особенно плохо у нас промываются ягоды и зелень. Если не промытые и лежат в холодильнике, и вы их достали, то и плохо промыли, например, тогда вероятность того, что он может послужить как фактором передачи пищевой продукт. Наибольшую опасность представляет именно вода открытых водоемов. Пруд, речка, непроточные, неглубокие водоемы. Энтеровирусы очень хорошо размножаются в теплую погоду и в благоприятной среде сохраняются до месяца. Летом энтеровирусной инфекцией люди чаще всего заражаются от воды из непроточных водоемов. Если вы находитесь на природе, то ни в коем случае не мойте детские игрушки, фрукты, ягоды и овощи в речке или в пруду. Для этого используйте только бутилированную воду. Во время купания старайтесь не заглатывать воду. Озеро Протяжный в последний раз исследовали воду, исследовали, анализы хорошие. А вот пруд Боровой, там вода, загрязненная микробное число, в них выше, чем допустимо. Поэтому на сегодняшний день из официальных мест купания можно использовать только озеро Протяжный. Я не говорю, что нельзя использовать колодезную воду или родниковую, но мы не знаем качество этой воды. По словам врача, в Саровской водопроводной воде энтеровирусов нет. Заразиться инфекцией можно от грязных рук, поэтому соблюдайте правила гигиены перед приготовлением пищи и перед едой. Мойте руки после посещения общественных мест. Не трите глаза, не прикасайтесь к слизистым грязными руками. Это может быть герпетическая ангина, то есть боли в горле. Характерное высыпание на слизистые, водянистые такие пузыречки, которые потом вскрываются. И авточки такие, язвочки образуются. Боли при глотании и так далее. Конечно, повышается температура, слабость, ненамогание и так далее. Заканчивается это доброкачественно. Еще симптомами инфекции могут быть сыпь на ладонях, подошве стоп и в горле. Тошнота, недомогание, боль в животе. Наибольшую опасность представляет поражение центральной нервной системы. Точный диагноз врачи могут поставить только после лабораторных исследований и ПЦР-диагностики. Вакцины от интервирусной инфекции нет. Сейчас в Сарове зарегистрировано 4 случая заболевания. Цифровой расчет с августа вступил в силу закона внедрения в Россию цифрового рубля. В ближайшее время в пилотном режиме Центробанк начнет отрабатывать возможности новой формы валюты с участием банков и торговых точек. Будут тестироваться основные операции, которые можно совершить с цифровым рублем. Это открытие цифровых кошельков и их пополнение, переводы новой формы валюты между гражданами, а также оплата покупок и услуг. Список операций и участников будет постепенно расширяться. После того, как система будет отработана, в России начнется постепенное внедрение цифрового рубля. Оно будет происходить поэтапно в течение нескольких лет. Цифровой рубль станет третьей формой валюты. Это те же самые наличные, что лежат в кармане и безналичные на банковской карте. Все операции с цифровым рублем можно будет совершать в мобильном приложении любого банка, где будет открыт цифровой кошелек. Выпускать и контролировать цифровые рубли будет Центральный банк России. Массовое внедрение новой формы денег планируется с 2025 года. «Автодор» утвердил тариф из-за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса, сообщает «Интерфакс». Они начнут действовать в сентябре. Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составляет 415,5 километров. Для владельцев легкового автомобиля поездка по нему обойдется 2821 рубль. Поездка из Москвы во Владимир – 1399 рублей, от Владимира до Арзамаса – 1422 рубля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В сентябре студенты 100 российских вузов обнаружат в учебной программе новый обязательный курс обучения служением. После его прохождения будут выставлены оценки, которые затем войдут в приложение к дипломам. Курс научит студентов трудиться вместе на влага общества и поможет проявить лидерские качества. Выбрать благотворительные проекты для работы можно на платформе добро.рф в разделе «Организаторам». Университеты уже получили методические рекомендации по курсу от Министерства науки и высшего образования. Также в разработке курса участвовали Минтруд, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров. Судимые по ряду статей больше не смогут работать таксистами и водителями общественного транспорта. Соответствующие справки необходимо предоставить работодателям до 1 сентября. Трудовые договоры с работниками, которые не предоставили такие справки, подлежат прекращению. Запрет действия для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов и таксистов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Законопроект о сокращении рабочего дня в жару внесли в Госдуму. Он дополнит статью, согласно которой работодатель обязан сократить рабочий день при высокой температуре воздуха. Так, при 28,5 градусах рабочее время должно быть короче на 1 час, а 28,5 до 29 градусов – на 2 часа, а при температуре свыше 29 градусов – на 4 часа. Работодатели часто игнорируют рекомендации Роспотребнадзора о сокращении рабочего времени в жару, а в Трудовом кодексе не прописаны нормы. Мундир Федора Ушакова – уникальный экспонат Саровского музея военно-морской славы. Его скрупулезно восстанавливали на протяжении нескольких лет. Недавно на деньги гранта на мундир добавили сшитые звезды орденов. Сейчас подобного экспоната нет ни в одной коллекции страны. Увидеть легендарный мундир и всю Саровскую выставку, посвященную жизни и службе адмирала Ушакова, смогли посетители главного военно-морского парада страны в Кронштадте. 112 471 зрителей, 138 экскурсий в Кронштадте. Такие внушительные итоги подвели сотрудники Саровского музея военно-морской славы. В течение двух недель наши земляки представляли выставку «Адмирал Ушаков» в рамках программы главного военно-морского парада страны. Было очень интересно работать с иностранными туристами, которые, казалось бы, ну что им Ушаков, но тем не менее, проявляли очень большого интереса. Ну а завершающий этап – это когда нашу выставку посвятила очень большая группа именно военно-морских и военных АТШ нашей страны, которые были специально доставлены в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде вместе с президентом нашей страны. Посетители узнали множество интересных фактов о великом полководце. Кто-то даже самостоятельно рассказывал детям моменты из его биографии, а некоторые воспринимали его портрет как икону. Один из самых популярных экспонатов – традиционно мундир Федора Ушакова. Руководитель музея Сергей Яковлев выразил благодарность администрации города и Департаменту культуры и искусства за помощь в организации и подготовке к поездке. В этом году мы выиграли один из грантов социальных проектов в рамках общественных организаций СНКО. И как раз этот проект практически завершить последний этап реконструкции мундир Федора Ушакова, когда были на нее приобретены, во-первых, и помещены, сшиты звезды орденов. И теперь у нас он был так очень крутой, такого нигде нет, а сейчас просто не существует уже. То есть поставлена такая хорошая, можно сказать, культурно-историческая точка создания вот этого мундиры. Выставка Саровского музея военно-морской славы по-настоящему уникальна. Поэтому ей заинтересовались представители Государственного университета и Академии морского и речного транспорта Санкт-Петербурга. В планах включить для студентов знакомство с выставкой адмирал Ушаков в учебный процесс. Четыре ДТП с пострадавшими – неутешительный итог прошедшей недели. Одна из аварий с участием мотоциклиста. 3 августа на проспекте Музруково водитель Фольксвагена не уступил дорогу мопеду «Альфа». В результате столкновения мотоциклист получил травму голени. О других результатах работы дорожные полицейские отчитались на традиционном брифинге. На улице Куйбышева напротив дома номер 24 водитель Митсубиши Аутлендер столкнулся с 56-летним велосипедистом. Последний двигался по тротуару и решил проехать участок дороги, не спешившись. В результате аварии велосипедист получил резаную рану правого предплечья. В другом ДТП на пешеходном переходе около дома номер 2 по улице Зернова пострадала 17-летняя девушка. Водитель, управляя автомашиной Land Rover, 47-го года рождения, мужчина, при повороте направо не уступил дорогу пешеходу 2006 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге девушка получила ушибы и кровоподтеки правой голени. Еще одна авария случилась на улице Академика Харитона. Воскресной ночью мужчина на Реноэссар поворачивал на перекрестке налево на желтый свет и не уступил дорогу водителю Форд Фокуса, который ехал навстречу справа. В результате данного ДТП водитель с 74-го года рождения, который управлял автомашиной Реноэ, получил телесные повреждения левой руки. После осмотра врачом также был отпущен домой. Автоинспекторы напоминают, что управлять автомобилем под действиями алкоголя недопустимо. На прошлой неделе сотрудники задержали трех пьяных водителей. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. 156 заявок из 27 регионов. 12-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола» собрал участников из России, Белоруссии и Казахстана. Саровчанка Ольга Шема, руководитель музыкального волонтерского объединения «На доброй ноте» заняла на фестивале третье место в номинации «Сольное пение». Ольга Шема, руководитель музыкального волонтерского объединения «На доброй ноте», родом из Арзамасского района. Вся ее семья связана с музыкой. Мама, папа и сестра пели на сцене. Ольга тоже стала заниматься вокалом, участвовала в хоре, ансамбле и творческом коллективе. Хотя основная работа женщины не связана с музыкой, она продолжает заниматься любимым делом. Выйти на сцену международного конкурса фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола» было давней мечтой Ольги. К этому событию она готовилась на протяжении нескольких лет, совершенствовала вокальное мастерство. И в этом году желание исполнилось. Отборочный тур был онлайн. То есть мы отсылали свои видео и аудиоматериалы, тексты песен. И жюри выбирали из огромного количества человек, вот выбрали сто с небольшим участников для данного фестиваля. Каждый исполнял по две песни. И вот уже из этих песен жюри выбирали самые достойные, которые должны прозвучать на большой сцене в финале. Ольга исполнила две композиции – «Россия» и «Солдатка». Жюри отдало предпочтение второй песне, и «Солдатка» прозвучала на главной сцене галоконцерта фестиваля. «Солдатку» Ольга исполняет уже много лет. С ней она выступала и на других конкурсах. Это песня о девушке, женщине, которая потеряла своего мужа, солдата на войне. О ее переживаниях, страданиях. Я постаралась передать чувства, эмоции данного персонажа. И до сих пор мне приходят восторженные отзывы. Участников фестиваля оценивала высокопрофессиональные жюри. В номинации «Сольное пение» Саровчанка заняла почетное третье место. Всего на фестиваль-конкурс «Арзамасский купола» подали 156 заявок из России, Белоруссии, Казахстана и Донбасса. Во время выступления Ольги были технические сложности, но исполнительница уверенно спела на публике. В детстве Ольга любила слушать на кассете дуэт Михайловых. И во время награждения Саровчанке посчастливилось получить приз прямо из их рук. Я с ним его детство. Авторы мне что-то выручали. Это, конечно, вообще шок. Контент. Я очень рада, и я даже до сих пор не верю, что я стояла на одной сцене с большими артистами. С людьми, которые принимают участие не только в российских конкурсах, а также ездят за границу и берут там гран-при. За третье место Ольга Шема получила денежный приз, который планирует потратить на новое оборудование для волонтерского объединения на доброй ноте. Кстати, если вы поете или играете на музыкальных инструментах и хотите присоединиться к команде волонтеров, обращайтесь к Ольге по телефону 8-910-147-47-37. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА